Давайте вернемся в сегодня и к нашей теме про подростков. Я сейчас еду на съемку, у нас сегодня съемка на обложку журнала, но хотелось сказать не об этом. У меня в директе просто миллион ваших сообщений о том, что у вас так же. И знаете, что я подумала? Слава богу! Это очень потому, что тяжело думать о том, что твой ребенок какой-то не такой, еще страшнее думать о том, что ты какой-то неправильный родитель, ты что-то сделал не так. Есть, конечно, родители, которые проживают этот весь подростковый беспредел в принятии благодарности, благодати и без каких-либо проблем, но вот есть большинство, большинство так, как у меня. Причем, знаете, я была уверена, что с кем-с кем, а с Ариэлой это мне вообще не коснется. Ариэлла же умница, красавица, величайшая послушница, отличница. И просто за год все перевернулось ног на голову. Я не знаю, как с этим жить, мне страшно. Реально, я не вижу свет в конце туннеля. Но мне, правда, стало гораздо легче от того, что я понимаю, что я не одна. И вы знаете, что мы не одни. Нас очень много, у кого родители, ой, у кого дети слегка поломались в подростковом периоде. Но будем надеяться, что это закончится. Говорят, еще года три, лет до семнадцати, до шестнадцати. Не знаю, как это вывозить. У меня пока что нет ответов на этот вопрос, потому что я как-то тоже, ведь, получается, родитель, подростка в первый раз. Это мой первый опыт, когда я, наверное, буду проживать это в третий.